Прочежие слона и веселую птицу-синицу – секреты стихотворных цепочек. Так называется новая выставка в историко-мемориальном центре музея Гончарова. Передвижной интерактивный выставочный проект Белгородского государственного литературного музея в наглядной форме рассказывает о том, как устроена поэзия. Такой отличительной особенностью этой выставки является то, что она для детей. И придумали ее профессиональная команда, специалисты Санкт-Петербургского бюро «Артера», авторы многих известных экспозиций интерактивных и передвижных и для детей, и для взрослых. Выставка интерактивная полностью, в этом ее необычно. Здесь все можно трогать, можно двигать, крутить, но при этом, конечно, не без смысла. Три известных детских стихотворения «Телефон Корнея Чуковского, 44 веселых чижа Даниила Хармса и дом, который построил Джек Самуила Маршака в основе экспозиции». Все эти произведения построены по сходному принципу – стихотворных цепочек. Один из самых древних способов рассказывания. Такие цепочки можно продолжать до бесконечности. Одна из главных целей выставки – заразить посетителей секретными стихотворных цепочек, чтобы тексты Маршака, Хармса и Чуковского оказались с продолжением. В игровой увлекательной форме посетители смогут на практике закрепить принцип построения рифмы. Всем детям очень нравится складывать дом из кубиков. Их 62 больших кубика, которые складываются в дом выше, чем рост детей. И они с удовольствием, конечно, читают стихотворение «Дом, который построил Джек», которое они сложили своими руками. Выставку дополняют экспонаты из фондов Ульяновского областного краеведческого музея. Это телефонные аппараты, выпущенные в разные годы, начиная с 1929 года. Современному ребенку, который видел только мобильный сотовый телефон, они кажутся диковинкой. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.